Благослови, Душа моя Господа, благослови, Неси Господи. Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Сегодня в субботу Акафиста, в день похвалы Пресвятой Богородицы, за богослужением читается два евангельских отрывка. Один из которых традиционно читается в богородичные праздники, а второй предписывается по уставу в данный день. Это Евангелие от Марка, глава 8, стихи с 27 по 31. Послушаем это евангельское зачало в прочтении Отца Александра. Во время оно, в ниде Иисус весь некую, жена же некой имени Марха, прият его в дом свой. И сестра, и бенрицаемая Мария, я же и седши при ногу Иисуса, услышавши слово Его. Марфа же молвиш о мнозе службе, ставши же рече, Господи, не прижеши ли, яко сестра моя едиными оставя служите, рцы уба ей дами поможет. Отвещав же Иисус речей ей, Марфа, Марфа, печешися и молвиш о мнозе, едино же есть на потребу, Мария же благую часть избра, я же не отымется от нее. Быть же игда глаголоши сия, воздвигши некая же на глаз от народа рече ему, блаженно чрево носившая тя, и сосая же истисал, он же рече, тем же уба блаженье, слышащее слово Божие и хранящее. Предлагаю прочитать этот текст в русском синодальном переводе. «И пошел Иисус с учениками Своими в селение Кесарии Филипповой. Дорогую Он спрашивал учеников Своих, за кого почитают Меня люди? Они отвечали за Иоанна Крестителя, другие же за Илью, а иные за одного из пророков. Он говорит им, а вы за кого почитаете Меня? Петр сказал Ему в ответ, Ты Христос, и запретил им, чтобы никому не говорили о Нем, и начал учить их, что Сыну Человеческому много должно пострадать, быть отвержено старейшинами, первосвященниками и книжниками, и быть убиту, и в третий день воскреснуть». Сегодняшнее евангельское чтение, дорогие братья и сестры, повествует об одном из решающих моментов в жизни Спасителя. Время земной жизни Господа приближалось к концу, а проповедники Его учения, избранные Им, были еще далеко не так хорошо подготовлены к несению Своей великой миссии. Христос определенно знал, что Его ожидает распятие. И поэтому лишь один вопрос волновал Его сейчас. Оказал ли Он какое-либо влияние на людей? Понял ли хоть кто-нибудь, кем Он является в действительности? Ведь в Его распоряжении был только один способ оставить людям принесенную весть – записать ее в сердцах людей. А потому, оставшись наедине с апостолами, Господь спросил их, «За кого почитают Меня люди?» В народе существовало мнение, будто пришествие Мессии будет предварено явлением одного из пророков. И не считая самого Иисуса за Мессию, люди полагали, что Он лишь предтеча Мессии. А потому ученики отвечали – «За Яна Крестителя, другие же за Илью, а иные – за одного из пророков». Тогда Господь задает апостолам очень важный для Него вопрос – «А вы за кого почитаете Меня?» Конечно, ученики Христовы знали больше, чем все остальные люди. Им было дано ближе прикоснуться к жизни Спасителя. Им предстояла проповедь о Христе. Поэтому было важно, чтобы они имели истинное понятие о Нем. Блаженный Феофилакт пишет, «Господь, вопрошая учеников, не спрашивает прямо, что они сами говорят, но прежде спрашивает о мнении народном, а потом о мнении уже их самих. Так поступает Он для того, чтобы показать несправедливость народной о Нем молвы и привести учеников к истинному понятию». И апостол Петр, тот, кого святитель Иоанн Златоуст назвал устами апостолов, от имени всех учеников исповедует истину – «Ты – Христос». Христос – это греческое слово, перевод еврейского – «мешаах». Слово это означает «помазанник Божий», потому что по древнему обычаю царей, пророков и первосвященников помазывали оливковым маслом в знак того, что Бог даровал им силу и возможность исполнить возложенную на них миссию. Обычно под словом «мессия» понимался долгожданный царь из рода Давида, который, по мнению народа, свернет языческое иго, разгромит врагов, будет победоносным полководцем и триумфатором, и восстановит былое могущество Израиля. Но вряд ли кто-то мог предполагать, что может прийти такой помазанник, как Иисус, ведь никто и представить себе не мог миссию, страдающим и умирающим позорной смертью на кресте. Но Господь запретил им, чтобы никому не говорили о нем. Иудеи ждали, что миссия установит господство Израиля над всеми народами, но Христос знал, что его служение помазанничества пройдет через страдания, через отвержение духовными властями Израиля, через смерть и воскресение. Архиепископ Оверкий Таушев замечает, «Господь запретил ученикам своим говорить о себе, как о Христе, чтобы не разжигать страстей в народе, имевшим ложное представление о миссии». Необходимо также отметить, что Господь снова и снова говорит своим ученикам о том, что Сыну Человеческому много должно пострадать, быть отвержену старейшинами, первосвященниками и книжниками, и быть убиту, и в третий день воскреснуть. Хотя они и признали в Спасителе помазанника, их представление о нем все же было еще затемнено привычными ложными чаяниями. А потому в беседах с ними он старался приучить их к мысли, что Мессия – это неземной царь, который поможет иудеям поработить все народы мира, но тот, царство которого не от мира сего, который сам пострадает за этот мир, будет распят и воскреснет. Господь знал, что так подобает осуществиться божественному замыслу о спасении рода человеческого. Как важно, дорогие братья и сестры, понять, что к каждому из нас Христос приходит не с вопросом о том, что говорят и пишут о нем другие, но с вопросом «За кого ты принимаешь меня?» Ведь христианская вера есть личное познание Христа, а христианин, как и его Господь, должен выполнять возложенную на него задачу – умножение любви к Богу и ближнему, причем любовь эта должна быть деятельной и жертвенной. Только любовь, которую мы смогли стяжать, станет тем единственным, что мы сможем вынести из этого мира – в вечность. Помогай нам в этом, Господь! Благослови, Душа моя Господа, благослови, Душа моя Господа, благослови, Господи! Субтитры создавал DimaTorzok